Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую часть программы с участием Фёдора Горобцова и Марса Саяпова. Фёдор Горобцов – поэт-барт, член Союза писателей России. Марс Саяпов – ветеран боевых действий. Они вместе выступают перед слушателями с патриотическими программами. В журнале «Симбирск. Номер один» за 2024 год читайте подборку стихов Фёдора Горобцова «Мужская работа». Итак, слово нашим гостям. Конечно, важно не обмануть ожидания, которые испытывают мирные жители. Но, тем не менее, есть разные очень интересные факты. Вот насколько промыты мозги у местных жителей, это просто поражаюсь. Был я свидетелем разговора между двумя сёстрами. Одна живёт в Киеве, другая в Ульяновске. И та, которая живёт в Киеве, жаловалась сестре, которая живёт в Ульяновске, на своего мужа. Я даже не мог мне написать, не зафиксировать этот разговор. Есть среди хохлушек укрожёнки. Что в мозгах их чёрт не разберёт. Так одна, остеклянив глазёнки, подала заяву на развод. Человек мой хлопец был здоровый. Питбахмут и мягто в лютей бой, потеряв за раз пять литров крови, в плен попал избитый, но живой. Я бы его оплакивала воя. Тельки эти звери, москали, не позволив стать ему героем, взяли человека и спасли. Кости поломатые срастили, операции провели штуксим, кровь ему москальскую перелили. Стал мой человек москаль совсем. По обмину он пришёл до хаты, сытый и упитанный, як хряк. Мне, ублётка, этого не надо. Хайвин сдохни, грёбанный мозгляк. Прощур мой, древний мой, Атилла воин, Прапрапрадед Будди был родня, Рим и тот был укром построен, а теперь такая вот фигня. Мы же на Майдане с ним скакали, Мы ж по крыше тоннами пожгли, Но як тельки кровь ему сменяли, стал он, как и клятия москали. Пид одной крыши с этим гадом, Жить не сможу я себе не зля. Развидите нас, ещё бы надо удавить подонка москаля. Да, такое тоже, наверное, встречается. Но, к сожалению, Вот сколько из-за 10 поездок, Я ни разу косых взглядов на себе не ловил. Всегда доброжелательно относились, Разговаривали на русском языке. И претензий никаких в наш адрес или в адрес наших военнослужащих Никто не выговаривал. Хотя, ну, там основное живёт русскоязычное население. Я одно скажу, ребята. Очень тяжек труд солдата. От своей семьи вдали, Где-то с матом, где с астоном, Кубометров мокрых тонны перекопа на земли. Всюду слякать грязь и копоть, Вечно мёрзлые окопы, В них окопная постель, И такая ежедневно, Месяцами карусель. Круглосуточно солдаты от утра и до утра Носят не один десяток гнущих спину килограмм. Всё всегда на них. Лопаты, автоматы и гранаты, И иной боезапас, Каски, штык, подствольник, броник, Перечисленного кроме, Есть ещё, что так в цене у солдат на войне. Эти тяжести терпимы, Но обман и тишина. Пуля свистнет, значит, мимо, И не вздрогнула жена. Значит, жив ещё солдат, Чей-то муж, отец и брат. Так ведётся. Каждый воин должен быть одет, накормлен, Должен быть помыт, обут, И его на поле брони супостаты не сомнут. Долг боец исполнит свято, Коль и грянула война. Но так важно для солдата, Что за ним стоит страна. Непроста задача тыла. Что бы ни происходило, Обеспечить и успеть Всё учесть, предусмотреть. Что бы в окопах каждый воин Знал одно, не брошен он. А когда солдат спокоен, Он уже не побеждён. Что бы не выглядел уныло, Терпеливый наш солдат, Дни и ночи службы тыла Сил для фронта не щадят. Всё успеть пренепременно. Если где случится сбой, Отражается мгновенно Это на передовой. Сотни всяческих вопросов, Кучи каверзных проблем, Дни и ночи на колёсах, Баня, пища, ГСМ, Дел снабженческих громада Не решится без души. Службы тыла, всё ей надо, Хлеб, окопы, блиндажи, Не за славу и награду, Под снарядов смертный вой. Ночь-полночь летят ребята, Ждут их на передовой. Как раз в ноябре прошлого года, Когда мы там находились, Погибли ребята из службы тыла, Которые везли снаряд на передовую. То есть там передовая линия Это такая эфемерная какая-то линия. То есть опасна не только на передовой, Но и в тылу не менее опасна, Чем на передовой, поскольку И снаряд далеко летает, И ракет далеко летает. Даже был случай, Вот недавно буквально выступала Гитаристка, которая в тылу, По сути, попала под отстрел И погибла. Морским ещё, скажи, пожалуйста. Значит, вы скажете, Почему вы ездите? Вот как вы познакомились С Фёдором Андреевичем? Ну, во-первых, давайте, Интересный момент тоже Как познакомились? Первые две поездки Я не знал Фёдора Андреевича. А потом через Фомина Сергея Он вышел на меня, Тоже помогал собирать Гуманитарный конвой. Остановились в городе, Подожди, говорят, Сейчас Фёдор Андреевич должен подъехать. А я ещё не въехал. Стояли на обочине, Подъезжает Фёдор Андреевич, Открыл сразу багажник свой. Куда, говорят, Гуманитарный конвой перегружать. Я так посмотрел, удивлённо. Всё-всё, говорят, Туда на фронт. Ну, открыл тоже багажник, Перегрузили, Познакомились, что и как. Какие планы? Говорят, ну, сейчас я еду, Говорят, Корлинская, Там урок мужа провести в школе надо. Поехали, говорят. Мы сели в машину, Поехали в Карлинскую среднюю школу. Там выступили, Рассказали про СВО. И Фёдор Андреевич сразу сходу, Он даже не готовился, Целые полтора часа, наверное, Рассказывал свои стихи, Рассказывал про СВО, Всё остальное. Вот так мы начали. Он говорит, Давай я тоже поеду. Мы говорили, А какие вопросы будешь? Туда ездим мы, Не так просто же, да? У каждого своя задача, Приехать, что-то, Какие-то мероприятия провести надо, Что-то делать. Ну, и говорят, Тебе концерты там, Я то сделаю, Это сделаю. Ну, солдатам тоже поговорить надо. Они-то, Хоть и взрослые уже, да, Ну, они тоже хотят поговорить, Пообщаться. У кого-то какие-то вопросы возникли, Душа болит, Там семья, Всё остальное. Я юридические вопросы Все могу любые решить. Это раз. А потом концерты, Стихотворения прочту. Ну, конечно, Говорят, надо, Я же знаю, Как поддерживать, Как помочь нашим солдатам. Ну, естественно, Первая поездка, Вот, помню, Так, людей, Ну, близко фронт, Мы людей, говорит, Это сам, Не можем собрать В многом количестве. Где, говорит, Плендаж. Человек 15-20 Соберётся. Соберётся, говорит. Вот мы вечером, Когда они собрались, Он начал концерты давать, Где-то часа 2-2, 2,5, наверное, В плендаже прямо. Говорят, Ребята, Только не шумите, И своими делами занимаясь. Ну, они пришли, Развиваясь, Оружие выкладывать, Кто-то начал чистки оружия. Он всё поёт, поёт, Стихотворения рассказывает, Которые свежие, Пока ехали, Написал. Конечно, солдатам Очень приятно. Они на бис. Вот так. А потом в другом месте Тоже собрались, Командный пункт, Другой уже, Другой лес, В другом месте. В ожидании, Когда соберутся, Мы с ним сидим и разговариваем. Ну, солдаты потихоньку. Раз, Второй, Третий заходит, Садится, Смотрит, Что-то перепуганное, Говорят, Эти, Эти, Говорят, Придавленные. Ну, уже настроение смотрит. Всё. Ну, Когда собрались, Человек 15, Наверное, Он начинает петь. И сразу он видит, Потом уже, Говорят, Какие у них глаза Просветлели, И веселее стало В душе, Наверное, Говорят. Ну, Сразу пойдём, Настроение пойдём, Вопросы начали задавать. Да нет, Просто ситуация была какая, Все были мобилизованы. Да. Многие даже просто не понимали, Зачем их сюда привезли. Вот это непонимание, Конечно, Но порождал какой-то, Может быть, Страх, Испуг какой-то. А когда мы всё объясняли, Для чего они здесь, По сути, Говорили, Что они Такие же солдаты, Как были солдаты Великой Отечественной войны, И что вот этот подвиг, Который они совершают Здесь на передовой, Он со временем Будет оценён Очень высоко, Он уже оценится. И поэтому, Может быть, Это в какой-то мере Позволило им Вот понять, Что действительно Они здесь С благой целью, С благой миссией. А мы, Естественно, При всяком, Любом удобном случае Стараемся об этом говорить И подчёркивать Их роль И значение. Поэтому Неспроста Вот Замечательность Тихотворения Татьяны Мельник, Где она указывает На то, Что рассказывает, Что она молится За солдат, И солдаты С большим трепетом К этому относятся И носят даже В своих записных книжках Ближе к груди. Это о чём говорит? О том, Что люди в тылу Думают о солдате. Так же, Как и солдаты Думают о тех, Кто живёт в тылу. И вот этот симбиоз Тыла и фронта, Он порождает Великую мощь Нашей русской армии, Которая сражается На передовую. Народ и армия едины. Такая тяжёлая минута. Это наши дети там, Наши соседи, Родственники. И наша страна Великая. Мы должны Заботиться Совместно, Все вместе. Это наша территория. Но ещё надо Отметить, Что представители Разных родов войск Друг о друге Очень хорошо заботятся, Друг другу помогают. И даже по этому поводу Я написал песню, Которая посвящена Разведки. Пехота Зарылась В простуженном поле, Стоит ощетинясь Железной стеной. Чем больше в разведке Натёрто мозоли, Тем больше собратьев Вернётся домой. Уходит разведка Без шума и пыли, Ни с кем не прощаясь В назначенный час. Неважно, куда И зачем уходили, Нам важно одно лишь Исполнить приказ. Используют наши Арта и пилоты Добытые данные Координат. Всему, что подняться Мешают пехоте. Разведка поможет Отправиться в ад. Мы снова вернёмся Во тьме предрассветной И снова опять Никому Нигугу. Чем более мы На земле незаметны, Тем больше кошмара Устроим врагу. Такая особо Мужская работа Ходить не давая Покоя Ногам. Нам важно, что бравая Наша пехота Вернулась обратно К своим очагам. Мы после поднимем За здравные чаши Мы вспомним друзей, Что остались в полях. И пусть боевое Содружество наше Навеки останется В наших сердцах. Молиться Молиться нас не очень-то учили. Учили нас, что истина в другом. Лишь наши бабушки Негромко и тайком, Чтоб только бедных их Не уличили, И чтоб от внуков их Не отлучили, Учили нас знамению крестом. Но вот беда явилась На пороге, И сыновья уже Уходят в бой. И в этот миг Мы вспомнили о Боге И бабушек С их трудной судьбой. Когда грохочут взрывы Среди битвы, Взрыв прогремел, Но, к счастью, Он не твой. Звучат бойцов Негромкие молитвы И осознание Ты еще живой. А может, где-то там, В небесной сине Все бабушки, Поправ молитвой смерть За жизнь детей И матушки России, Не устают Молиться и скорбеть. Конечно, Многие люди, Которые Знают, Что мы собираем Гуманитарки, Ездим на фронт, Поддерживаем своих Солдат, Сослуживших, Родственников, Как говорится, Понимают. Но наряду с этим есть И кто-то Вот этот вопрос Понимает неправильно. Тяжелые времена Для нашей страны Народ Сплачивается Вокруг Государства, Вокруг Правительства. Мы должны Народ и армия Едины. Потому что Многие Мобилизованные Добровольцы Это наши Дети, Наши соседи, Наши родственники. Мы Хочешь, Не хочешь Стали Одним Организмом, Одно Целое. Мы должны Поддерживать Своих Солдат, Своих Свою Армию. Так как От этого Зависит Наше будущее, Будущее Наших Детей. От Того, Что Мы Где-то Что-то Принесем, Отдадим Солдатам Пакет Салфеток Влажных Или еще Что-то. Мы от этого Беднее Не станем. Этим Мы Показываем Нашим Солдатам, Что Они Неодинок И Они Нам Нужны О них Люди Заботятся Много В принципе Около Девенадцат Процентов Людей Поддерживает Сердобольные Готовы Отдать Последние Поэтому Мы Не должны Забывать Про Армию Мы Должны Поддерживать Армию И Ради Победы Ради Победы Мы Должны Делать Все Вот Мне Дают Гуманитарную Помощь Многие Деньгами Кто Еще Мне Уже Говорят Вот Семья Сказаньян КС Елизавета И Виктор Николаевич Говорят Ну Это Мне Уже Сытно И Неудобно Брать У вас Деньгами Опять 100 тысяч Дают Морский Говорят Мы Не Вам Отдаем Мы За победу Отдаем Мы Знаем Эти Деньги Эти Гуманитарная Помощь Дойдет До вас Ну Другие Там Вот Руслан Эфендиев И Галимов Рустам Говорят Ребята Говорят Мне уже Неудобно Говорят Морский Говорят Мы Не для Тебя Не тебе Даем Мы Отдаем Армии Нашим Солдатам Поэтому Ты правильно Пойми Разберемся После победы И Точно Так же Кто Помогает Кто Что-то Делает Все Говорят Мы За Победу Для Победы Для наших Военнослужащих Поэтому Говорят Правильно Пойми Никаких Стеснений Никаких Ничего Мы Добровольно Даем Добровольно Помогаем Спасибо Тем Людям Которые Действительно Помогают Отдают Все Необходимое Для Солдат Но Они Уверены То Что Наша Группа Все Это Собранные Вечи Доводит До Подразделения До Солдат И Все Ничего Не пропадает Все Достается Нашим Солдатам Ну Солдаты Естественно В свою очередь Говорят Большое Спасибо Всем Тем Неравнодушным Людям Которые Помогают Оказывают Гуманитарную Поддержку Моральную Поддержку Психологическую Поддержку Тоже Песни И Стихи Знаешь Как Поддерживает Как Округляет Наших Солдат Наших Десантников Не только Десантников Мы Во всех Родах Войск Были И в Симбирске Батальоне Ну Они Саперы И У Артиллеристов Наших Были Ну Во всех Подразделениях Бываем Вот Как Поэтому Вот так Мы должны Жить Я считаю И Помогать Нашей Армии Достигать Победу Победа Должна Быть За нами Ну Мы В этом Уверены Что Победа Будет За нами И Никаких Сомнений В этом Нет Готовится В путь Зачехленные Танки Идет Эшелон На Донбасс Последние Звуки Прощания Славянки Молитесь За Нас Идут Не От Бога Конфликты И Войны Но Слыша Всевышнего Глаз Свое Назначение Приемлем Спокойно Молитесь За Нас Встречают Капстарь Равнодушно И Строго Картины И Схоженных Трасс Ответственны Мы Пред Россией И Богом Молитесь За Нас В Глазах Остающихся Боль И Тревога Важнее Изжеванных Фраз Идем На Донбасс Проторенной Дорогой Молитесь За Нас Перрон Опустевший В туман Уплывает Придет Возвращение Час Не Каждый Вернется Такое Бывает Молитесь За Нас Последние Звуки Славянского Марша Идет Эшелон На Донбасс Налейте До Края За Здравной Чашей Молитесь За Нас Молитесь За Нас Так Благодарим За Внимание За Ту Возможность Которую Предоставили Нам Здесь Выступить Что-то Сказать О наших Замечательных Солдатах О нашем Тыле Замечательном Который По мере Своих сил И возможностей Стремясь Отдать Все Что Он Может Отдать И Помогает Нашей Замечательной Армии Спасибо За Внимание Дорогие Друзья Мы Благодарим Наших Гостей За Участие В Программе И Мне Хочется Еще Раз Прочесть Поэтические Строки Федора Горобцова Когда Грохочут Взрывы Среди Битвы Взрыв Прогремел Но К счастью Он Не твой Звучат Бойцов Негромкие Молитвы И Осознание Ты Еще Живой А Может Где-то Там В Небесной Сине Все Бабушки Поправ Молитвой Смерть За Жизнь Детей И Матушки России Не Устают Молиться И Скорбеть Мы Благодарим Федора За стихи Вам Дорогие Друзья Желаем Добра Радости И мира И Радости Дорогие И И Дорогие И Благодарим Бог С С